коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня рубрика не очень быстрых ответов на вопросы постараюсь все разложить разжевать под видео вопросики скопились считаю целесообразным на них ответить начнем с темы отара до сих пор есть непонимание откуда же все-таки считать отар текущего дня смотрите вчерашний день ну не важно какой лонговый шартовый если мы следующим днем открываемся наверх либо вниз до разберем ситуации наверх то отар считаем все равно от цены закрытия предыдущего дня то есть если на шатар там среднем составляет какое-то вот такое значение мы это значение будем отчитывать от цены закрытия предыдущего дня если у нас где-то выше располагается уровень то мы считаем от цены закрытия предыдущего дня до уровня сколько пройдено отар если мы открываемся с гэпом близко к уровню это не значит что у нас полный запас хода и такие вот гэповое движение они чаще будут приводить к ложным пробоям так как на подходе к уровню на сатара нет при выходе в пробойную плоскость а так еще уменьшается да то есть такие ситуации на пробои лучше не трогать до инструментом после накопления может реализовываться с гэпами особенно если мы там где-то долго стояли копили и после выхода из накопления нас движение происходит там на больших барах и с гэпами такие движения как правило долго не длятся и спустя несколько дней инструмент разворачивается либо встает опять в границах это на торговке там то есть вот пробой мы не лезем если закрытие предыдущего дня далеко открываемся мы близко мы все равно вот это расстояние от цены закрытия до цены открытия из отара вычитаем если инструмент после открытия с гэпом возвращается к цене закрытия то вот в этой точке у нас отрываем нулю то есть если у нас есть какое-то опять-таки до значение отара а мы это значение от точки 0 можем сегодня пройти как вниз так и наверх но всегда отсчет берем от цены закрытия предыдущего дня то есть это нужно понимать и учитывать в ситуациях особенно когда мы открываемся например близко к уровню и подразумеваем что у нас от цены открытия еще полный запас хода и движение будет продолжено значит как я торгую новости я важные новости стараюсь вообще не торговать будь то ну важный да там non-farm занятость это прям вообще краеугольный камень 1 пятница месяца в этот день если есть кит позиции открыты то за там пару часов до выхода новостей лучше все прикрыть если там есть существенное до движения каких-то среднесрочных позициях то подтянуть стоп на случай если начнет происходить какое-то резкое контртрендовое движение то не отдавать в рынок бумажную прибыль то же самое там с решениями по процентной ставки там публикации протоколов тоже бывают существенные резкие движения поэтому это все нужно учитывать поглядывайте в календарик с утра там посмотреть либо на неделю расписать и сделать пометочки что в те или иные дни происходит публикация каких-то статистических данных которые могут оказывать существенное влияние там ну будь то инфляция процентные ставки тех странах которые торгуются например на форексе учитывать процентные ставки не только доллара но и той валюты которую торгуете плюс смежные там например если выходит какая-то статистика там по например германии то это может оказывать влияние на евро то есть вот эти вот моменты нужно всегда держать в уме и даже если складывается очень хорошая ситуация там например на продолжение движения у нас очень красивое поджатие не исключено что будут манипуляции даже если инструмент в будущем пойдет в предполагаемую сторону то в любом случае в момент выхода новостей будет разматывать очень часто в обе стороны тем самым выбивая стопы а условиях высокой волатильности стопы не панацея да то есть очень часто будет скользить сделки будут закрываться не там где мы подразумевали поэтому я не торгую в период выхода важных новостей которые оказывают влияние на торгуемые инструменты значит следующий вопрос что делать если начинается распил уровня не редкая ситуация когда мы например хотим торговать в продолжение инструмент вот взять например там тот же bitcoin мы позавчера неплохо вышли вниз и вчерашним днем вернулись обратно в накопление сегодня опять выходит вниз для того чтобы торговать относительно уровня там 26 480 я отметил вот этот нисходящий бар и эта точка откуда мы сделали движение на переходе границы отката и чуть выше расположена точка остановки в восходящего движения тоже хайпер нормального бара область крепкая и в текущий момент до выступает как некой границы области накопления сложными пробоями на вниз наверх для того чтобы торговать относительно этого уровня нам нужно дождаться день который откроется и закроется и не будет перебивать уровень касаться может перебивать не может данном случае но расстояние существенно тут 9 долларов всего можно пренебречь и то есть если будет там выход выше 26 480 и не пробьет там 26 490 по фьючерсу дам биткоина то можно будет рассматривать шорты если мы сегодня закроемся наверх завтрашним днем останемся наверху то только послезавтра можно будет смотреть лонговые какие-то движения то есть я как бы но сейчас склоняюсь больше к продажам так как после ложных пробоев этого уровня у нас были какие-то существенные движения к верху накопления этот ложный пробой мы остановились внутри и опять идем вниз поэтому я жду закрепление вниз и дальнейшего снижения опять-таки внешний фон до проблему бинанса с исками поэтому там сейчас еще вышли какие-то новости касаемо делистин каких-то пар еще не читал но думаю что пока такой фон не негативный особо ничего хорошего и репта рынку ждать не стоит в плане каких-то лонговых движений поэтому если происходит ситуация что мы например хотим торговать относительно уровня в лонг и начинается закрытие дня наверх следующий день вниз опять наверх мы ждем пока инструмент не откроется куда-то сходит и закроется выше уровня если так то можно будет торговать например в пробой постов до вот этих вот там первичного импульса где была остановка либо рассмотреть вариант касаниям либо ложного пробоя этого уровня и каких-то контр трендов входов то есть на разворот в моменте это будет контр тренд но если мы вышли снизу вверх то у нас как бы направление лонг это тоже нужно учитывать на младших таймфреймах если происходит свистопляска вокруг уровня первичный вот этот выход отметка . один да и если есть какие-то заходы в предпробойную плоскость то только здесь я буду покупать и только здесь я буду продавать но опять таки с учетом домашки и того что здесь будет происходить если нас там грубо говоря начнут поджимать вниз то можно будет пробовать продать если это будет узкое расстояние то можно стопик справилась прятать и за дневку если совсем узкое накопление можно спрятать и и заверх попробовать то есть такие вот моменты но если поджимают кверху то их пробой и например там с ретестом пробитой границы на дальнейшее какое-то движение то есть если уровень пилится ждем определяем локально границы на дневке ждем дня который откроется закроется и не будет пробивать уровень следующий вопрос какие уровни торговать если уровней много рядом и все они кажутся нам важны можно и не знаю взять например ту же самую ситуацию с биткоином нет давайте уберу совсем все открываем график на что мы можем ориентироваться и что торговать но сегодня да уже мы видим картинку что у нас тут какая-то есть . остановки low про нормального бара небольшой не глубокий ложный пробой и контртрендовое движение то есть ниже 25 360 с учетом закрепления там ниже уходом ниже там 25 320 можно будет пробовать продавать это текущая локальная ситуация нужно это понимать возвращаемся налево и смотрим точки ключевые которые вызывали существенное движение то есть определяем не локального уровня глобальной поэтому берем полосочку и ставим там вот поэтому экстрема 25 360 х и вот этого бара то на 347 прошу прощения поэтому относительно этой точки излома у нас было существенное движение вниз через ложный пробой и последующий ближний ретест до пробили уехали выше ниже 25 321 открывается шартовая плоскость относительно который можно торговать сегодня это далеко на что еще можно обращать внимание опять-таки заглядываем что было слева пожалуйста зеркальный уровень текущий до края этого бара 26 489 и вот этот вот здесь небольшой тоже ложный пробой после которого было существенное движение наверх то есть это следующий уровень здесь нет слишком большое расстояние то есть там порядка четырех процентов но с учетом среднего хода там биткоина полтора два процента но сейчас пошире понятно да с таким фоном но можно там два с половиной три процента наверно рассчитывать вот поэтому вполне себе запас даже подержать возможно не один день да то есть если поедем вниз если слева нет ну вот здесь не к чему привязаться можно посмотреть там чуть правее взять там например вот это нисходящее движение опять-таки . остановки ложный пробой и существенное движение наверх но сейчас относительно этого уровня торговать нельзя если смотреть что-то лонговая локально то я бы смотрел вот выше какого-то экстрема да с которого мы здесь свалились то есть вот в этом движении вниз это была точка остановки откат и уход на перелой это локальная . потому что слева на истории но ближайшем будущем до привязаться не к чему поэтому такие уровни убираем если когда-то слева было интересное место но уровень там распилили попилили 1 чтобы торговать относительно него нужно его подтвердить еще раз как это выглядит например у нас есть какой-то уровень образованный там пусть это будет . излома мы там подошли возможно сложным пробоем там глубоко не откатит но разбирая до bitcoin схематичные пробили поехали дальше потом там сделали какой-то откат постояли и уехали еще на переходе то есть вот этот как мы там например не достаем либо при возврате здесь начинают пилить пока пилят мы не торгуем этот уровень до тех пор пока инструмент не подтвердит подтверждение это опять-таки открытие какой-то ход закрытие плюсом будет касание уровня то есть подтверждение если мы например после распила делаем какое-то движение наверх и возвращаемся для того чтобы торговать short нам нужно хорошо бы да не глубокий ложный пробой и закрыться близко если не будет реакции на ложный пробой можно будет смотреть short на младшем таймфрейме следить за подходом и так далее то есть если уровень пилится мы его не рассматриваем до тех пор пока он не подтвердится ну и смотрим какие-то именно там существенные уровни если у нас там например паранормальный бар где-то в середине и до границы небольшой запас хода до относительно которого можно смотреть то на такие точки тоже не шорт нельзя использовать да так как нет запаса хода если мы там вылезем наверх и подтвердим то относительно камера этой точки можно будет смотреть какие-то ланговые сценарий так как опять таки есть там хотя бы полтора процента хода если там лезть с коротким стопом то нужно попробовать что-то забрать поэтому если уровне много выбираем самые сильные и выбираем обязательно те уровни которые подтверждены если они под запилены да то есть здесь нет подтверждения вот этой точке но она в моменте было интересно если мы там выйдем и будет как неглубокий ложный пробой уже сверху да здесь же нас остановили продажи при выходе наверх в этой точке опять может включиться покупатель и продажи будут остановлены значит относительно этого уровня можно будет смотреть покупки но вообще покупки лучше смотреть на пробой выход каких-то откатных движений расчет объема от риска я покажу на примере ну с акциями там все понятно да если акция стоит там условно 10 долларов риск на сделку у нас там 50 долларов и мы хотим купить акцию со стопом в 1 доллар то мы можем взять 50 акций здесь вопросов быть не должно касаемо расчеты криптовалют особенно если это нам какие-то дешевые монетки да например рассмотрев там вариант захода в лонг в трейдинг есть такой инструмент есть как ланговые позиции так и шартовые два раза провалившись внутрь можно поставить размер счета можно задать риск на сделку в процентном соотношении и изменяя размер стопа у нас сумма итог сделки если будет стоп она остается неизменной при этом количество монеток изменяется то есть если у нас так большой мы можем взять 200 монет если у нас стоп совсем коротышка мы можем взять 1800 монет стейком то же самое то есть в зависимости от размера стопа изменяется объем позиции и take в денежном выражении уже будет тоже изменяться то есть если мы подтягиваем стоп мы понимаем что при риске 5 долларов и если мы там но сможем забрать 8 к одному с небольшим то вот заработаем 40 если мы например там от хвоста ложного пробоя полезем с коротеньким стопом ну условно в один процент нам не нужно высиживать там большое движение если стоп коротенький для того чтобы забрать там три четыре пять к одному на контртренд то есть такой вот инструмент можно использовать для расчета с акциями проблем быть не должно также можно применять с форексом немножко посложнее у любого уважающего себя брокера есть калькулятор трейдера где можно выбрать валютную пару можно задать объем и ориентируясь на скажем так ценовую отметку где мы располагаем стоп лосс мы будем видеть финансовый результат и играя с объемом позиции можно прийти к необходимую до объему входа в сделку либо сделать тоже несложные расчеты в интернете примеры есть сейчас времени буду тратить для того чтобы понять нужно учитывать валюту котировки и базового актива для того чтобы там если с долларом проблем не будет то например при торговле ким-то кросс парами там например австралийский доллар канадский долл там расчеты будут немножко другие тоже это можно сделать один раз и в будущем учитывать при торговле побегом по трейдинг и был вопрос как скриннере задать биржу здесь есть фильтры в фильтре можно выбрать биржу на какой вы работаете там бинанс коинбейс либо прибит то есть после выбора бирже ну вот я как добавляю скрина монетки я убираю с листа все для того чтобы посмотреть монеты делают вечером когда уже существенный объем проторгован на бирже бинанс в данный момент вот выскочила там 1900 тикеров но при этом фьючерсов гораздо меньше а нас интересуют только те которые удовлетворяют требованиям объема поэтому в строчку поиска пишу из детей . пи это приставка которая указывается именно в фьючерсах и сортируясь по объему проторгованному в долларах за последние 24 часа дальше путем нехитрых манипуляций control а выделяем весь список и через правую кнопку добавляем список катеров дальше то есть все тикеры падают в watch лист в том порядке в котором они были в скрине и таким образом можно ориентироваться здесь все сортировано уже по объему внизу остаются тикеры которые очень маленький объем но они не интересно скажем так для торговли поэтому таким вот нехитрым образом можно пытаться сортироваться и добавлять метки watch лист ну касаемо выбора биржи тоже через кнопочку фильтр это все делать можно один раз настроить и после этого уже просто открывать и обновлять потому что бывают монет которые ходят хорошо сегодня но завтра уже там недостаточный объем несущественный поэтому нам это будет неинтересно вот на сегодня пожалуй все если есть какие-то еще вопросы которые нужно осветить можно оставить в комментариях под видео и по возможности запишу видео ответы и постараюсь объяснить интересующие вас темы всем удачи используйте стопы и зарабатывать пока пока